По факту вывозили, допустим, было 80 тысяч рублей в месяц, вывоз мусора. Сейчас уже до 400 тысяч подняли в месяц. Как это? В пять раз. И говорят, мы облегчили, у нас расцветки стали меньше. Да мы объемами закрутили на квадратный метр. Зам. Диеранты торгового центра «Оранж» Сухина Светлана Михайловна. Три вопроса. Первый. На какой срок вы выиграли тендер, когда эти забрать закончится? Второй вопрос. Почему вы начинаете свои тарифные все начисления по нормам накопления? Норма накопления нам понятна. Это сколько мы на своей территории можем накопить за год. Можем накопить, можем не накопить. У нас торговый центр, он большой. У нас есть федеральные компании, которые напрямую заключают договора с вами. То есть получается, что вы на нас, на нашу торговую площадь, не на торговую, на общую площадь, вы на нас начисляете. Вы начисляете на те компании, которые работают на нашей территории. Плюс у нас существуют общие зоны. У нас есть зоны, которые свободны, на которых арендаторов нет. Мы наложить, допустим, на своих арендаторов, которые внутри нашего торгового центра, не можем наложить. У них просто и нет мусора. У них ювелирный, допустим, отдел, ну коробочки. И они не могут накопить столько, сколько там, допустим, с двухсот метров и там нам насчитали. Теперь по факту. То есть три вопроса. Теперь по факту. Вы у нас выводите с нашей территории. У нас есть отдельная площадка. Много лет у нас стоит 4 бака по 0,75. Итого 3,5 куба. Ежедневный вывоз. У нас все чисто, вопросов нет. Мы оплачиваем своевременно. Мы ответственные плательщики. Мы отчитываемся от Министерства природы и ресурсов. То есть у нас все хорошо. Пришли вы. Выборы, значит, вывезли за 10 дней. 40 кубов по факту. А насчитали нам 200 кубов? 200. Нам пришел счет на 200 кубов в 5 раз. Откуда? Наша площадка стоит. Даже если весь Сазанлей к нам принесет, у нас столько не будет. 26 августа мы написали претензию. Отправили в электронном виде, по почте. То есть все, что от нас возможно, мы все сделали. Тишина. Белев Константин Геннадьевич, снатурный гостиничный комплекс «Изумруд». Турксирвис. Вот вы говорили про заключение договора. В конце июля были поданы документы, весь пакет документов. Даже был присвоен уже номер договора. Вот 10 августа 2018 года. То есть договора в бумажном виде нет. Два месяца прошло. На звонки и смс по почте, электронной почте ответы, в общем-то, неудовлетворительные. Потому что мы вам сообщим, мы вам сообщим. Мы не можем как заплатить за счет уже два месяца, что, естественно, нас тоже не устраивает и вас тоже. А также необходимо нам для осуществления нашей деятельности предоставлять документы Министерству природных ресурсов о том, что у нас есть договор на заключение вывоза твердых бытовых отходов. То есть мы не можем уже два месяца предоставить документы в Министерство. Что это очень нехорошая ситуация. Сергей Кузнецов, компания «Лента». Значит, 31 июля отправил заявку на заключение договора, отправил по электронной почте и наручно отвез в Центральный войск к вам сразу на набежную. Значит, до сих пор ответов никакого нет. Подублировал пять раз, я писал письма. Ответов нет. Телефон горячей линии не отвечает. Когда я первый раз приезжал, разговаривал с вашим руководителем договорного отдела Светлана Юрьевна, был две недели назад, хотел узнать статус решения вопроса, к сожалению, меня там не пропустили. Конкретно человека, с кем можно общаться, что заключение договора нет. Непонятная ситуация, как быть с четвертым, пятым классом отходов, чтобы мы потом подавали. То есть вы будете забирать, не будете забирать. Нигде невозможно получить ответ. Более того, вы создали сайт, на нем, кроме того, что согласно федеральному закону мы обязаны заключить с вами договор, ничего нет. Ни тарифов, ни типовой формы, ни лицензии, если она у вас есть. Входит ли ваши полигоны в состав ГРОРО. Дайте хоть одно направление, чтобы мы сами к вам приходили и пытались заключить договор. У нас торговый комплекс 1 у Балакова, пять комплексов в Саратов-Энгельс. Конец года. Нам необходимо будет также по результату года подавать акты Росприроднадзор. Росприроднадзор. Отчет. Да, отчет. Как это будет, тоже непонятно. Мы, когда натолкнулись, вот на этот момент, когда начали заниматься этой работой, очень много таких подводных камней, которые мы не ожидали. Я согласен, но обратная связь должна быть. Вот вы абсолютно. Нет обратной связи, не с кем общаться. Давайте сейчас расскажем. Вот поэтому я вам и говорю, чтобы это было разгрузить. У нас, мы создали полцентр, у нас там 10 человек сидят. Наплыв такой большой, чтобы даже просто пообщаться по теме, настолько актуально. Сначала было 5 человек, потом сейчас 10 сделали. Наплыв вроде меньше стало. Но возникают вопросы, если раньше было там у нас 85% звонков по отсутствию жалоб по вывозу, сейчас 85% звонков по договорным отношениям начинает физически об оплате и договора. Мы эту ситуацию видим и понимаем ее, чтобы в районах мы сделали выездные, там где маленькие районы выездные, вот такие моменты. Через власть публикуем, через интернет приглашаем, при том моменте на 2-3 дня приезжаем и делаем. У вас принято решение в связи с тем, что постоянно здесь офис делать, чтобы вы могли не ездить к нам на Валовую и там не простаивать, значит, и получать прямую информацию здесь. Но, к сожалению, коллеги, вот с этой стороны вы правы, да. Но с другой стороны я вам скажу, мы сначала вот начали, почему вот задержка зашла? Мы начали массово считать, что если к нам пришел предприниматель, мне говорят, что у меня вот магазин, у меня там 50 квадратных метров. Если у меня там гостиница, у меня столько номеров, ну там есть, да? Разумеется, разумеется, может быть мы что-то неправильно. Вот смотрите, и мы столкнулись, когда мы начали заключать договора. И потом, по некоторым моментам, когда мы видим там очень заслуженные фирмы, которые рекламируют на федеральном канале, некорректные сведения нам выставляют в 40 раз меньше, чем есть по факту. Понимаете? Когда нам заказывают и говорят... А вы это установили, что меньше по факту? Конечно, мы создали инспекторский отдел, и теперь у нас, почему еще задержка? Выезжают просто, приходят и говорят, если мы понимаем прекрасно, но что по нормативу, да, что это примерно, там, если там гостиницы в общем доступе есть, например, там вы про вашу гостиницу, сказать, там, говорить, что у вас столько номеров, приглашаете, еще что-то, мы заходим, да, это совпадает с вами. Может, не проще было по факту, по количеству контейнеров, которые... Так, это должно быть по факту. Вот, это действительно... Забор был платить, совсем приобрели. Вот, посмотрите, давайте я свечу. Давайте по раку. Все, правда, продолжу, просто по гостинице никто не... Никто не... Постоянное количество жильцов никто не может гарантировать. Конечно. Наполняемость гостиницы, она сегодня разная. Нормативы, да, есть, которые четко прописаны, не нами просчитаны, прописаны, для нас это закон. Мы не будем смотреть, сколько у вас в гостинице, два человека живет или она переполнена. Так, вот, я не так, он... Давайте, я отвечу, вы задали вопрос, ответьте. Давайте, я отвечу. Повторяю, давайте мы все-таки диалог. Высушите, Михаил Васильевич. Значит, ну, если кому не устраивает диалог, ну, тогда уж извините. Нет, ну, пока у нас монолог только. Давайте. Сейчас, дарите, Михаил Васильевич. Я отвечу, если, как бы, вам не интересны наши работы и мои ответы, ну, отпустите меня тогда. Ну, вы пришли, наверное, вот, организовали, чтобы получить ответы, и мы с вами вырыбтали рекомендации, где-то сказать, ну, вот, я хотел бы услышать и вас, да, но не в плане базар, когда 50 человек говорят, да, в плане выслушать и конкретные, конкретные эти предложения, вот. Поэтому я просто все-таки расскажу свою мысль. Абсолютно. Вот в договоре там написано или норматив, или есть второй вариант, о чем мы дискутировали, там, не мы, вернее, а депутаты, и мы приняли это как закон. У вас есть возможность по объему накопленного мусора. Да. По объему. Нет вопросов. Ну, четко в законе написано, в договоре, только там, у кого нет доступа, третьих лиц. Ну, вот, есть контейнер свой, своя площадка, и только вы туда носите. Нет вопросов. Нет площадки, но вы хотите ее сделать, бачок поставить, тоже нет вопросов. Надо обратиться к органу МСУ. Ну, они дадут вам разрешение и согласуют с Росприроднадзором, с Роспотребнадзором, чтобы сам ПИН там соблюдался, там есть тоже нормативы. Правильно? И все. И мы готовы принять эту площадку у вас в договоре, вы пишете протокол в догласе, вот, нет вопросов. Все. Но если у вас стоит бачок на улице, и вы говорите, что тут парикмахерская, тут зубной кабинет, тут магазин, и все носят в одну площадку, Позвольте нам узнать, а кто сколько носит? А в чем разница, кто носит? Вы вывозите бачок, фактический объем, а возит, хоть пенсионер принес туда, хоть кто? Стоит 10 бачков, вылезет, как обычно было, 10 бачков, 10 кубометров. Все, заплатили, заплатили по факту. Кто? А кто из троих, вам 10 тысяч, как вам разделить троих? Да не надо делить, не хану. Один заключите. Один заключите с вами. Подождите. Есть магазин, торговый центр, секунду, секунду, не надо, там, тоже это, есть торговый объект, лента, грубо говоря, стоит 10 бачков у них на площадке, кто бы, там, пенсионер, кто бы пришел, набросал, будет один и платить. Он же не отказывается, не отказывается. Лента надо платить за пенсионера. Конечно будет. Куда он денется? Теперь вопросов. Носите в си, в лобовый, пленчик. Вы не утрируйте вопрос так. Вопрос так не ставьте. У нас есть объекты, которые практически полностью имеются, 2-3 всего лишь арендатора. То есть из тысяч квадратных метров всего 300 метров занято, а 700 свободных, просто ветер гуляет. И все к этому идет больше и больше. Предприниматель, посмотри, какая сейчас среда предприниматель. Снижается все, умирает у нас бизнес. А вот с этими делами, которые мы сейчас, мы закрутим, что через полгода, ребята, вы увидите, к чему мы придем.